Первый и единственный в России, самый яркий, самый музыкальный, телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Наше утро продолжается. Здравствуйте, друзья. 10 часов 3 минуты, точное московское время. В студии Влад Кутузов. Юлия Егорова. Я не забыл, как тебя зовут. Я сделал театральную паузу. Она уместна сейчас, мне кажется. Оправдался. Абсолютно. Ну и сегодня мы утром не одни, у нас в гостях, так сказать, огромное количество. Потом, да, вот действительно, учитывая... Трио, у нас трио. Трио, образовалось, да. Идеальное число. Я думаю, что этого замечательного человека узнали все, кто нас... И даже кто слушает, мне кажется, вас узнает уже по голосу, Алексей. Надеюсь, на это. Директор ботанического сада МГУ Алексей Аритаюм. Доброе утро. Доброе утро. У нас в гостях основатель группы. Да, очень приятно приходить к вам в гости. Спасибо большое, это взаимно. И участвовать в ваших эфирах. Всегда рада вас видеть. Основатель группы Екруна, барабанщик-перкуссионист, основатель, создатель группы, да? Один. Правильно же, да? Один из, да? Марио Калдораро. Марио, доброе утро. Доброе утро и вам. Доброе утро. И самый молодой наш сегодняшний гость, это контртенор Глеб Захаров. Глеб, доброе утро. Если позволишь, мы с тобой на ты будем. Да, конечно. Окей, спасибо большое. Микрофончик немножечко поближе прибыл. Ну что ж, Алексей, мы сегодня поговорим непременно о череде потрясающих концертов, которые состоятся в Акутекарском огороде. Я не могу не давать, это будут такие абсолютно премьерные вещи. Это будет то, чего еще никогда у вас не было. Абсолютно. И чуть-чуть вот забегая вперед, добавлю, что Алексей Ратыем впервые выступит в необычнейшей для себя роли, но об этом тоже чуть попозже. Хорошо. Давайте начнем с весны. Вот весеннее равноденствие состоялось, день увеличился, весна в разгаре, теперь уже уже, можно сказать, официально она наступила. И мы вот погуглили с Владом и узнали, что даже огори прилетели. Да, буквально на днях. Они делают такие замечательные круги с громким кряканьем над садом и приземляются на все наши уже растаявшие небольшие водоемы. А всюду практически уже сошел снег, и проклюнулись самые разнообразные подснежники. Галантусы такие самые изящные, белые. Причем люди буквально охотятся за ними, пытаются перелезть через последние оставшиеся сугробы, чтобы сфотографировать. Ну, слава богу, что хотя бы сфотографировать, да, а не вот это вот. Да, да, ну, конечно, нет, да. Потом очень красивое, например, есть такое растение, весенник-зимний он называется. На самом-то деле он, конечно же, весенний. Это такое желтое, невероятно тоже изящное растение. И всюду появились куртинки этого. И люди так радуются тому, что уже что-то яркое, цветное, что сквозь снег проросли первые подснежники. Это просто ужасно здорово. Там полностью весеннее настроение. При этом в оранжереях еще продолжают свисти орхидеи. У нас же еще фестиваль, который называется «Тропическая зима». Март все-таки у нас холодный. По сути, какой-то такой почти зимний месяц. И вот у нас все еще цветут тысячи орхидей в пальмовой оранжереи. Но все равно все на поинове сны. У вас-то зимы там вообще не бывает, мне кажется. У вас орхидей в декабре не зима. Конечно. У нас более двух веков в оранжереях царит вечное лето. Так что всегда, если вдруг хочется окунуться в какие-нибудь тропики, да, а на улице 25 декабря или 17 января, ну, к примеру, то прямым ходом нужно отправиться в аптекарский огород, там будет плюс 28 градусов, почти 100% влажности, вынести больше, чем 10-15 минут. Такой климат, особенно по контрасту, наверное, не удастся. Зато ощущения будут непередаваемы и незабываемы. Да, вот с детками непременно нужно, Влад, оттуда. Ты знаешь, когда Алексей начинает об этом рассказывать, вот буквально через три секунды понимаешь, что ты уже не здесь. Конечно, надо туда мчать. А уже находишься там практически. А какая у нас еще сейчас выставка, чтобы закончить с ботаникой? Да. У нас потрясающая выставка не только ботанической иллюстрации, которая продлится еще ровно 10 дней до 31 марта, но и ботанической скульптуры. Вы себе не представляете. Что такое ботаническая скульптура? Из глины делаются точные изображения различных растений. Так, скажем, букет одуванчиков. Одуванчики сейчас не цветут, это все знают приблизительно, да? И когда все люди заходят, и вдруг натыкаются в витрине на букет одуванчиков, они неотличимы от настоящих одуванчиков. Неотличим там короставник. Вот ты наверняка видел эти витрины. Они глиняные, на самом деле? Они из специальной такой полимерной глины. Но отличить от настоящих растений, там, цикорий всем известный, клейвер, мышиные гиацинты мускори, те же одуванчики, куча всяких разных других растений, настолько точно изображенных, что даже ботаники принимают их за настоящие растения. И думают, господи, как же это удалось их сейчас вот так вот просто... И все это в свете зелено-желтые, да? Да, 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 естественно, естественно. Ну, для того, чтобы возбудиться в этом, надо просто приехать в аптекарский агар. Я наблюдаю за Глебом, который сидит и вот кивает уже головой, во всю кивает. Да, да, да. А сами иллюстрации тоже, конечно, невероятно красивые, причем половина из них сделана именно у нас в саду. У нас есть такая ассоциация художников ботанического искусства, она называется. Я, кстати, член этой ассоциации. Ну вот, и, ну не как художник, а просто как покровитель искусств, так скажем. И очень многие художники любят работать именно у нас, рисуют именно наши тюльпаны, наши магнолии, наши стрелецы. Но как еще, Алексей? И это такие красивые картины, они такие жизнерадостные, они прям вот так, как они тоже всегда же существуют и зимой, и украшают фойе наши оранжереи, то это тоже, знаете, как будто продолжение наших ботанических экспозиций. Люди приходят, радуются. Думаю, почему же я не художник? Слушайте, мы отлично нашли. И не ботанический скульптор, это новая профессия. С природы, святов, даже суточек, да? Давайте поближе уже к музыке, к искусству, к творчеству. И об этом мы начнем говорить после небольшого перерыва. Страна ФМ Мы вернулись, друзья. Доброе утро, телерадиоканал Страна ФМ. Сегодня у нас потрясающая команда совершенно. Я, с вашего позволения, еще раз назову гостей, которые у нас сегодня здесь находятся рядом. Директор ботанического сада МГУ «Аптикарский огород» Алексей РТЮм. Алексей, доброе утро еще раз. Основатель группы «Якруна» барабанщик, перкуссионист, музыкант Марио Калдораро и контр-тенор Глеб Захаров. Глеб, и тебе доброе утро. Давайте, как вы договорились, мы поговорили уже о буточках, о растениях. О первоцветах. Об архидеюшках. Обо всем, про то, или все. Давайте концерт. Начнем с Мариом. Начнем с Мариом. И его группа «Якруна», которая будет выступать 23-го в субботу, совсем скоро, в 7 часов вечера, в субтропической оранжереи. Историческая оранжерея построена в середине 18-го века. Среди древних руин, среди потрясающих пальм, цитрусовых, агав, которым больше 150 лет. Самое необычное, когда я начинаю вести там концерт, я всегда говорю, вы, друзья, находитесь в самом необычном концертном пространстве России. А может быть и мира, Алексей. Я тоже подумал, а может быть и не России даже. Европа абсолютно точно не нравится. Во-первых, историческое. Во-вторых, такой теплый кусочек в такой ледяной стране. Где еще есть такое? Никакого нет. Причем Мари у нас уже выступал. Да. Да, мы уже там выступали. Понравилось? Очень прекрасное совершенно место, фантастическое. И по энергетике, когда находишься практически в тропическом лесу. Я в свое время выступал на Rainforest World Music Festival, на это, в Малайзии. И вот атмосфера абсолютно соответствует точно такая же, как кусок Малайзии, только в Москве. Но там был, что называется, open air, да, насколько я понимаю? Да, это было open air, да, а тут... Rainforest надо перевести. Это дождевой тропический лес, лично зеленый. Дождевой тропический лес, да, фестиваль тропического дождевого леса. И потрясающая совершенно атмосфера. Такая же вот абсолютно в точности передает и аптекарский огород. У нас не зря будет называться тропический этно-джаз. Вот, тропический этно-джаз. Ну, тропический, но только по месту проведения. Не надо думать, что там будет какая-то тропическая специальная музыка. Ну, не только по месту проведения, но еще по внутренней энергетике, да, по теплоте. Потому что мы щедро делимся своим теплом, своими песнями. Поделитесь с нами сейчас щедро, чуть-чуть вот так вот приоткройте дверцу, что это будет за программа. Да, мы хотим узнать, что это будет, но чтобы вот, выражаясь модным словом, без спойлеров немножко. Чтобы чуть-чуть секрет оставить, тайны. Это будет сложно без спойлеров, но я попытаюсь. наш проект весьма уникален тем что мы представляем собой сплав традиционной культуры русской традиционной культуры татарской традиционной культуры молдавской которая в современной обработке близкой к этно джазу представляет музыку немножко в ином ключе то есть традиционные песни которые мы знаем является наследием народа русского и перечисленного народа в том числе они подаются в более современном виде скажем так это не традиционное исполнение но в нашем формате это наиболее доступны наиболее понятно да как показатель у нас понятны все слова которые поет наша вокалистка она также создатель этой группы вместе со мной финалистка шоу голос 5 от луиза имангуло она давным-давно уже изучает русский фольклор русскую традицию преподает является руководителем детского ансамбля жар птица вот обладатель многочисленных гран-при и вот в таком вот содружестве с музыкантами с нашими нам удалось сделать совершенно уникальный сплав музыки вот такого больше не услышите то есть историческую основе фольклор традиция дано в джазе но в джазе в джазе да в где-то в роке то есть у нас нет ограничений по стилистике мы стараемся делать максимально интересно чтобы было и нам и публике чуть-чуть щепотка татарской культуры да как вы сказали я хочу сказать этого все для тех кто впервые может быть сейчас встречать с нашими гостями да но новая аудитория до приросшие к нам а потому что наши постоянные слушатели и зрители знают группу по поскольку у нас гостях уже были были и все прекрасно знают кто вы и какова вам ваша музыка и о чем вы вообще там еще используются очень интересные инструменты музыкальные алексей все про нас знает даже может быть где-то больше чем мы сами да мы используем интересные инструменты этнические скажем подлинные настоящие подлинные настоящие да у нас звучат скажем так на инструменты русские такие как гусли где еще может их услышать звучат такой инструмент как кугитлы это уникальные гендерные скажем так по гендерному признаку инструменты играли на нем только женщины мужчинам запрещено а что он на себе представляет это набор таких вот трубочек флейта пана вам говорит что-то разной длины разные длины разные высоты в них духовой инструмента дует в край и получаются звуки разной высоты сложно играть на таком инструменте я не пробовал нельзя но я могу сказать да что в молдавии есть такой инструмент называется на и на нем играют мужчины это набор очень большой набор этих трубочек там по моему три октавы и очень известный этот инструмент стал когда георгий замфир стал писать саундтреки к французским фильмам с первым лешаром вот это вот известный очень звук стал в массы пошел на у нас кинай вот ну кроме кугикл значит звучит калюка русской обертонова флейта название потрясающе калюка очень звучит так замечательно простейший инструмент с которым ходили выпасать коней в ночное но чтобы не уснуть прямо там же срезали вот эти вот стволы борщевика либо дудника вырезали тут же из них флейты около костра сидели играли музыку то есть прямо вот все сразу же знаете о чем я сейчас думаю марио вот алексей о том что зрители которые придут на ваш концерт они же смогут даже и рассмотреть эти инструменты учитывая то так это все вот очень знаете еще уникальность формата что можно задавать вопросы артиста можно пообщаться конечно можно понимаете и это очень здорово можно спросить про какие-то произведения можно просто пообщаться с артистом можно спросить задать вопросы про музыкальный инструмент их покажут про них расскажу то есть это будет какое-то такое живое общение мы об этом еще поговорим у нас будет время прямо сейчас у нас есть совершенно я считаю уникальная возможность увидеть группу Якруна. Это, кстати, будет выступление, которое было записано здесь у нас на стране. Да, да, да. Вот небольшой фрагмент оттуда прямо сейчас. Давайте посмотрим. Студия 89,9. Концертный зал. Сегодняшний концертный зал имени группы Якруна. Улица, улица Ты широкая ой, леды, ой, люли, да, да, ли, ой, да, люли. Кровады, мурава, ой, ты зелененькая, ой, ой, да, люли, ой, да, ой, да, люли. гю, да, да, ой, exceeded dae, O insights show, да, миcom, так же я у letztу, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Он называется «Музыкальные иллюстрации поести Пушкина «Метель». Ведь вначале он озвучил этим, как известно, одноименный фильм, по-моему, 64-й год. И причем там такие поразительные вещи. Вот еще критики того времени говорили, что невероятно, но слышно, что именно зимой мчится тройка. Ни в каком-нибудь другое время. Как удается добиться в музыке, в искусстве абсолютно абстрактном, настолько точного воспроизведения именно времени года. Ну вот, и это будет блестящая музыка. Ну и я попробую как-то вот чуть-чуть иначе подойти к этому всем известному. То есть это будет иронично, музыкально, необычно, не так, как у всех. Да, вот я хочу, да, чуть-чуть иначе. Понимаете, просто у меня же нет такого специально актерского образования. И поэтому я думаю... Но вы проделали глубокую литературную работу, насколько я понимаю, да? Да, пытался, 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 да. Так что, в общем-то, я всех все равно приглашаю на этот концерт. С детьми можно? Да, да, вы знаете, ноль плюс. Прекрасно, самое за мной. Это вот 26-го числа, да? Да, 8 часов вечера будет этот концерт. Ну и, конечно же, еще последний концерт, о котором необходимо сказать сегодня в передаче, это уже третий сольный концерт Глеба Захарова в нашем аптекарском огороде. Да, наконец-то вот мы сейчас поговорим уже с Глебом. Я напомню, что в нашей студии, вот еще разочек, Алексей, для тех, кто только что к нам присоединился, контр-тенор Глеб Захаров, который тоже готовит новую программу. Это будет называться «Драма ради музыки». Это будет музыка барокко, наше с ним любимое направление вообще. И мы уже организовали несколько концертов. Я, кстати, буду вести этот концерт. Там ведь очень многие произведения звучат на английском, на итальянском. Сейчас вот пометочку, концерт состоится когда? 28-го числа, 28-го марта, в 8 часов вечера, все в той же субтропической оранжереи, будет полностью посвящен музыке барокко. Исполнять ее будет Глеб, контр-тенор. Контр-тенор, кто не знает, это самый высокий в мире певческий голос. И сейчас несколько слов Глеб расскажет о том, что же мы услышим. Ну, «Драма пер музыка» — это самый драматический ари эпохи барокко. Я долго собирал эту программу. Ты сам это делал. Да, я искал всевозможные нотные сборники в разных магазинах Европы. Много нашел в Варшаве, что меня очень удивило, в Париже. И она включает в себя оперное наследие таких выдающихся композиторов, как Георг Фридрих Гендель, Рикардо Броски — это брат знаменитого кастрата Фаринелли, Генри Пёрсел, Джузеппо Мария Орландини и многие-многие другие. И я считаю, что уникальность нашей программы заключается в том, что мы делаем подводку каждому произведению. Ведь, к сожалению, не каждый человек владеет четырьмя иностранными языками. Как ты. Знает четыре языка. Да, я говорю на четырех языках. Какие? Финоменады еще? Французские, английские и немного итальянские. И поешь на всех, соответственно, тоже. Пою на всех. Да. И получается, не каждый знаком с оперным либретто, а сюжеты очень интересные. Влад, не каждый, да, знаком с оперным либретто? Особенно 17-18 веков. Не каждый знает четыре языка, понимаешь? Я должен сказать, что мне как артисту очень бы хотелось, чтобы мое поколение, мои современники тоже полюбили этот вид искусства. Объясню почему. Потому что барокко, оно основано на теории эффектов, остро протекающих эмоциональных переживаниях. А теория эффектов, ты сказал? И теория эффектов. А мы, когда слушаем музыку, независимо от жанра, мы подбираем что-то, что соответствует нашему состоянию. Весело, грустно. И музыка барокко, она настолько богата вот этой вот палитрой красок эмоциональных, что я уверен, что если бы люди были с этим знакомы, они бы могли найти то, что подходит именно им, независимо от их внутреннего состояния. Но это драма? Не только. Или не обязательно? Там есть и безумный восторг, и удовольствие, и грусть, и печаль, и тоска, и гнев. Это очень-очень остро протекающие состояния, которые улавливаются самыми тонкими фибрами души. Влад, нам понравится с тобой. Это для нас. Ты слышишь? Мы сейчас снова должны уйти на небольшой перерыв. И, Галя, перед этим хочу сделать комплимент. Я всегда считал, что о музыке говорить, рассказывать и слушать, да, рассказывать музыку. Ну, это проще ее послушать и правильнее как-то. Вот сейчас тот случай, когда реально о ней можно слушать. И ты понимаешь, что ты как будто уже там и находишься. И когда ее вот после рассказа Глеба уже хочется ужасно услышать, что мы и сделаем после небольшого перерывчика. Продолжается наше утро, и сегодня у нас в гостях просто невероятные талантливые люди. Директор ботанического сада МГУ Алексей Ратыюм, основатели группы «Якруна», барабанщик-перкуссиониста Марио Калдораро и контр-тенор Глеб Захаров. Глеб, мы сейчас обсуждаем твой концерт, который 28 марта пройдет в Аптекарском огороде. И это будет невероятная программа. Ты уже два слова сказал. Давай еще о ней, давай еще об этом. Вот заговорил Алексей о том, что будут некие исторические подводки. Дело в том, что в произведении я буду рассказывать о каждом произведении и рассказывать, о чем поется в этих произведениях. Потому что это очень интересно, чтобы люди как-то настроились. Они исполняются на итальянском, на очень старом английском. И от этого, конечно, не все их так хорошо знают и понимают. А так всем людям будет понятно, о чем, собственно, эта музыка, в чем драма. Ведь драма ради музыки называется этот концерт. Мало того, что это невероятно красивые произведения, еще будет понятно, что они, собственно, выражают. Какие мысли в них заложены, какие эмоции, какие ощущения. Говорили, что в те времена каждому состоянию как бы приписывалась определенная музыка, определенный жанр. Да, теория эффекта, да. И вот в данном случае прозвучат очень разные произведения, но они объединены драматичностью, как правило, каким-то там внутренним конфликтом душевным. Я бы хотела, знаешь, Глеб, чтобы ты сейчас что сделал, пояснил для наших слушателей, да и для нас тоже с Владом. Контертенор — это, получается, самый высокий голос в мире. Верно я говорю? Да, правильно. Это вот тот голос, за который обычно его владелец очень опасается, чтобы он не ушел никуда, не убежал, не сломался, и очень следить приходится за ним, да? Да, мне кажется, главная сложность вокалиста, обладателя такого певческого голоса состоит в том, что голос по факту искусственно воспитанный, ведь все равно не говорим мы так высоко, как поем. И это предполагает очень долгие упорные тренировки голоса. Как в спорте прямо, да? Как в спорте, потому что нужно привыкнуть владеть своим аппаратом так, чтобы он звучал благозвучно. Ведь здесь есть такие тонкие грани между прекрасным ангельским звучанием, так часто характеризуют голос контртенора, с противным визгом, поэтому... Как не сорваться, главное, на визг. Да, хорошо прессовывать. Вот, причем раньше для этого же, как с конца 16 века, для этого кастрировали мальчиков, чтобы добиться вот этого ангельского звучания. Это как раз для контртенора делали. Да, 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 именно, чтобы сохранить вот это высокое звучание голоса. И все величайшие композиторы 17-18 веков писали музыку именно для контртеноров, в которой тогда были кастраты. Самый известный из них, ну, отчасти благодаря фильму, Форинелли. Форинелли, да. Да, в 19-летнем возрасте исполнял Арию Клеопатре, которая была написана, вот совсем буквально исполнена. Когда она впервые? В 1725 году написана, она была Адольфом Хассе. И как раз сегодня мы хотели показать вам ролик с репетицией нашей. В исторической лаборатории Ботанического сада, где мы все время репетируем, там интерьер все сохранилось с 1883 года. Там старинный инструмент, портреты наших директоров той эпохи. И мы полностью верно сохранили этот интерьер. Это наш не только репетиционный зал, но и место проведения небольших камерных концертов. Ну вот вы вовремя об этом сказали? Вот сейчас мы в случае к репетиции посмотрим. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Так, чуть-чуть прерывать. Мы видим то, что происходит, да, немножечко звук у нас прерывается. Глеб, скажи, это что? Вот мы сейчас, я надеюсь, увидим через несколько минут фрагмент репетиции. Это одно какое-то произведение? Да, это как раз ария Клеопатры из Сиренады. Это один из барочных жанров по типу оперы, только двухактный и упрощенный. Которую как раз исполнял 19-летний Фаринелли. И здесь интересный факт. Сиренады называются Марк Антоний и Клеопатра. Но при этом партию Марка Антония исполняла женщина, итальянская Контеральта. А партию Клеопатра исполнял мужчина Фаринелли. Я так понимаю, партию Марка Антония у тебя, ее не будет. В моем репертуаре нет. Слушай, Глеб, я знаешь, о чем хотел спросить? Вот, ну, мы уже за эфиром поговорили о том, что ты начал петь профессионально достаточно поздно, да? Ну, мы привыкли, что люди говорят, я пою с пяти лет, с четырех-шести, у тебя это произошло позже. В какой момент ты понял, что... Это в тебе есть. Ну, не просто ты, понятно, что музыкальный человек ты от рождения, да? Это все ясно. Но когда ты понял, что у тебя есть именно вот этот голос? Это получилось очень случайно. Это ты сам или кто-то тебе сказал, Глеб, а у тебя же есть? Сначала я услышал известного французского певца-контертенора Филиппа Жеруски, при том его запись, где он поет не фрагменты из каких-то опер, а религиозную музыку Stabat Mater. И я понял, что меня это очень сильно тронуло. И потом, когда я начал искать себя, я брал уроки у разных педагогов, включая известного русского оперного певца-баритона Бориса Стаценко, который сказал, ты контртенор, ты должен развиваться в этом направлении, ты должен постараться, и все у тебя получится. И с этого момента... Я так понимаю, сегодня вся твоя жизнь принадлежит музыке и твоему голосу. Вот я хотел дополнить вопрос. Невероятно, с таким успехом прошли концерты Глеба у нас в аптекарском огороде. На втором же концерте буквально был такой невероятный аншлаг, что люди вынуждены были стоять и в коридоре, и певец был обращен к ним спиной. Тем не менее, они слушали, и никто не сдал билеты. Кто-то слушал через открытые окна нашей этой исторической лаборатории, в которой проходил концерт. И всех очень интересует, и сам, в общем-то, феномен контртенора, такого высокого голоса. Это немножко необычно все еще. И с одной стороны, и, конечно же, красота барочного репертуара. Потому что будут исполнены, вот это менее известные относительно вот опера, которая называется Антонио Клеопатрио, но будут из Генри Просфелла знаменитые... Плач Дидоне. Да, это поразительно красивая вещь на английском языке, исполняется из оперы Дидона и Эней. Она прощается с Энеем, он уплыл, как известно, чтобы основывать там Римскую империю. Она не может вынести этой разлуки. Это предсмертная ее ария. И когда ее исполняет Глеб, мне кажется, что все плачут. А самому-то каково, интересно, Глеб? Вот такие мощные вещи исполняет. Очень тяжело, потому что я всегда сам начинаю внутренне рыдать. И ты пытаешься держаться, потому что это мешает звуку. И вот несмотря на то, что есть мнение, что певец не должен транслировать подлинные человеческие эмоции, он должен делать это более академично. Возвышенно, да, наверное, как-то? Я все-таки пытаюсь на моих пока что скромных концертах демонстрировать именно настоящее человеческое. То есть я пытаюсь проникнуться, прочувствовать и изобразить то, что мы испытываем в реальной жизни, а не на сцене. Поэтому у Глеба был вид такой жертвы. Он сам был похож на Дедону. Самого Глеба было жалко, да? Ужасно. Слушайте, у нас остается совсем мало времени. Он пролетел бы быстро, как обычно. Давайте мы прям коротко пробьемся по всеми мероприятиям. Итак, прикоснуться к прекрасному вместе с Глебом Захаровым можно будет 28 марта. Музыка барокко, да, субтропическая оранжерия. Исторические справки от Алексея Ретеюма. Исполнение директора сада Алексея Ретеюма. Да, благодарю вас. Но первое мероприятие, которое пройдет, и которое, мне кажется, нельзя пропустить, это тропический этно-джаз 23 марта, группа «Екруна». И вот у нас сегодня в гостях, собственно, один из основателей коллектива, барабанщик, перкуссионист Марио Калдорару. Марио, пригласите вот сейчас сами, пожалуйста, наших слушателей на ваш концерт. Мы очень вас ждем. Будет тепло, красиво и душевно. По-тропическому. Жарко и горячо. Ну и, наконец, 26 марта. Алексей, о чем вы говорили сегодня? Метель Кошкина с потрясающими. Слушайте, ну мы можем решить, новое прочтение будет? Попробуем, да. Я надеюсь, надеюсь, да. Каждое прочтение в чем-то новое, да? Ведь у каждого артиста оно неподражаемое, своеобразное. Но надеюсь, что это будет тоже в чем-то новом совсем. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. До новых встреч. Вам хороших выступлений, хороших концертов. Друзья, приходите. Вот вы вообще всегда приходите, пожалуйста, в Аптекарский огород. В Аптекарский огород. Там правда здорово. Мы с Владом Кутузовым прощаемся. До завтра? Да, до завтра в 2 утра. Вернемся, как обычно, в 7 часов. Юлия Егорова. Кутузов, Кутузов. Пока, до завтра. Счастливо. Первый и единственный в России. Самый яркий. Самый музыкальный. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну.